И без цензуры. И, собственно, без цензуры она и важнее. Почему я факт показываю? Рикардо Милос и Бонго Кэт управляются самолётом. Параллельно флексят. Во-первых, он хорошо пишет, он хорошо шутит, и он гей. Ааа, вы поймали ванны, приветствую вас в Гейзерной, в нашем ежедельном Дейлис-подкасте, где обсуждаем книги, фильмы, комиксы и даже видеоигры, которые были ошибками, но тем не менее. И сегодня я опять вам буду рекомендовать отечественные сериалы, мемастные всякие вещи из ютубчика, хотя мы пока что лишь один раз это делали, но повторение мать учения. И в конце вернёмся к нашей книжной рубрике, потому что мы последние несколько выпусков комиксы рассматривали, но пора вернуться к более серьёзным произведениям. Собственно, о всём этом мы поговорим сегодня, но перед тем, как начнём, большое спасибо нашим патронам на Патреоне и Бусти. Большое спасибо за ваш вклад в наше дело, и отдельное спасибо Макросу Ультра за его огромнейший вклад в наше общее дело. Спасибо вам, благодаря вашей поддержке у нас поднимаются руки, делая что-то ещё. А мы, пожалуй, начинаем. Сериал «Последний министр». Я довольно-таки долго откладывал просмотр, потому что я посмотрел на создателя его и не увидел никого, кроме Елены Иваниной в создателях, который мне был бы интересен. Потому что режиссёр Роман Волобуев, он неплохой мужик, но как-то особо меня ничем не цепанул. Да, у него был неплохой квест, но это всё. Поэтому я его отложил в дольный ящик на кинопоиске и решил как-нибудь потом, когда будет нечего смотреть. Но в Твиттере постоянно тусовочка пишет, типа, «Обалденный сериал! Крутой! Всем рекомендую!» Я такой подумал, блин. Ну, я в своё время так же и от «Год культуры», и от «Домашнего ареста» отворачивался, плевался, всё такое оказалось в величайшие сериалы. И посмотрел его почти что с залпом. И знаете что? Это получилось ещё более круто и злободневно, чем «Год культуры» и «Домашний арест», который я считаю великими произведениями и очень классными современными сериалами. И да, кстати, кто не смотрел, мы в одном из первых выпусков «Гезерной» рассказывали о «Год культуре» и «Домашнем аресте». Два классных сериала отечественных, ТНТ-премьер делали их, и они достойны того, чтобы каждый посмотрел их. Последний министр развивает эту же тематику. Главный герой — министр. Собственно, название это понятно. И вокруг него крутится всякая кухня правительства Российской Федерации. Причём со всей грязью. Но давайте по порядку. Главный герой в 90-е был бандитом, поднялся и даже стал мэром небольшого городка Пышмы, который из-за некоторых неправильных политических решений этого, наверное, изобретённого мэра ушёл под воду, потому что он стоял на трясении и утонул, грубо говоря, весь город. Из-за чего он упал в немилость и последние лет десять оставался где-то на границе незрения Центра. Но так случилось, что министр очередной умер. И срочно понадобилась замена. Новая марионетка. И наш главный герой отлично подошёл на эту роль. Так он становится во главе министерства, которое не особо кому нужно, не особо важно, и пытается как-то что-то хорошее делать для страны. Неожиданно, да, представляете? Главный герой не пытается всех обворовать, а пытается даже что-то хорошее придумать, чтобы людям, населению России стало проще жить. Пытается что-то придумать, но, как и обычно в этом жанре всё происходит, ничего хорошего в итоге не случается. Все его планы грандиозно оказываются не такими хорошими, либо внезапным образом становятся совершенно ужасными. Но при этом всё равно он пытается что-то хорошее сделать. Ну, как правило, как правило. Не всегда, не всегда. И чем меня подкупает этот сериал? За актёрцами... Актёры тут все, кстати, хорошо играют, актёры хорошие. Главный герой Ян Цапник, он отличный актёр. Но в целом в актёрском составе нет никого прямо такого мэтра, да, который мог бы тащить всё на себе. Но все стараются, все отлично играют свои роли. И тут главное, знаете, не сами персонажи, а то, кого они играют. Дело в том, что в отличие от того же года культуры и домашнего ареста, не всё крутится вокруг подонка главного героя, такого чиновника злого, да, который хочет нажиться. И обычных обывателей, которые тоже мудаки, но тем не менее близкие нам по духу и по жизненному устою. Нет. Тут все главные герои так и иначе работают собственно на министерство. И все они чиновники. Некоторые пытаются быть более хорошим, некоторые изобилины это и живут как живут, наживаются на том, на чём могут нажиться, в принципе, ведут себя, как мы привыкли думать о чиновниках, не очень хороших которых, да. И этим, как раз таки, сериал этот и отличается от вышеупомянутых двух других сериалов. Тут все мудаки. В разной степени, конечно, мудачество, но тем не менее. И за тем, как они между собой самодействуют, как пытаются даже какие-то хорошие идеи реализовать по их мнению, чтобы они были действительно хорошие, но при этом принесли пользу и им. За этим безумно увлекательно смотреть. Плюс, плюс, несколько важных тикетов. Во-первых, сериал вышел, как я уже сказал, на Кинопоиске в этом году, и там есть две дорожки. Цензурированная и без цензуры. И, собственно, без цензуры она и важнее. Почему я факт показываю? Извините. И, понимаете, персонажи часто матерятся. Виртуозно часто матерятся. И я не то, что я большой любитель именно стронг лэнгвиджа в фильмах. То есть, понимаете, я не большой любитель даже переводов Гоблина. Я считаю их немного убокими, особенно, когда познакомился с оригинальными дорожками, с оригинальными озвучками, и понимаю, насколько они далеки от оригинала. Даже не по голосам, а по тексту. Потому что Гоблин зачастую переводит не так, как в оригинале было, что было больше шмешкнявок, да? Но тут вот, тут другая ситуация. Дело в том, что именно это выражение эмоций и чувств главных героев лучше показывает, кто они на самом деле. И когда просто на каком-то совещании главный человек начинает материться, это показывает реально, как в самом деле у нас происходят дела. И тут, понимаете, мат не ради мата, а именно там, где бы в реальной жизни он бы присутствовал. Поэтому это и выглядит достаточно убедительно, чтобы одобрить это. Так что всем рекомендую на кинопоиске переключиться на выбор дорожки. На смарт-тве, допустим, нужно нажать крестовину вниз и выбрать именно без цензуры дорожку. Потому что 18+, она апрувит. Она хорошая, всем рекомендую. И второй тикет, немаловажный, что это просто очень хорошее кино. То есть, поначалу, поначалу, в каждой серии у нас расставляются собственные сценарии. Они пытаются как-то реализовать какой-то новый проект, либо избежать какой-то ерунды, что на них упало сверху. Но все идет в тратары, они все портят, и, естественно, все плохо заканчивается. Да, такое есть, но, но, при этом присутствует общий сюжет, который по мере продолжения сериала он раскрывается лучше. Персонажи раскрывают, события, что случились с персонажами в предыдущих сериях, зачастую не исчезают из последующих серий. Плюс, плюс, это, наверное, наиболее злой сериал про жизнь именно министерств. То есть, тут присутствуют все просто стереотипы о чиновниках, о работе нашей власти, и они не соединяются в выражениях. То есть, тут и отношения именно с церквей, и отношения между собой, и к цензуре, и к бюджету, и расхищению этого всего. Я не видел такого ни в Годе культуры, ни в Домашней религии, ни в других подобных сериалах. Поэтому всем рекомендую. Это очень мощное произведение, которое отлично показывает, как на самом деле все происходит. Ну, окей, это, конечно, все утрируется, да, безусловно, но я не очень удивлюсь, если на самом деле все так и происходит. Плюс тут довольно-таки неплохая драма, которая просто за сериал накатывает, плюс серия с флешбеками, которые показывают, как, собственно, Ян Цапник в свое время был таким бандитом местным, и как он познакомился с Ольгой Сутуловой, вроде так, как актрису зовут, вроде так. и это весьма круто, это весьма круто, поэтому всем рекомендую, там, по-моему, 16 серий, что ли? Я могу ошибаться, но серии коротенькие, вот первая, она часто идет, все последующие 25, 22, 26 минут, вот так, и это идеально. А уж серия, это небольшой спойлер будет, наверное, серия, когда главный герой чуть не станет президентом, я считаю, это лучшая серия во всем сезоне, то есть это фактически всю серию он сидит в одной машине и общается по телефону, строит планы, рассказывает то, что он думает, по этому поводу, это великолепно. На мой взгляд, это уровень, знаете, фильмы, где один актер, весь фильм, то есть это Лок, Коллектор с Хабенским, вот это того самого уровня по шипу, и это все 25 минут идет. Это великолепно, это великолепно снято, и поэтому всем, всем рекомендую. Во многом, кстати, заслуга этого всего Елены Ваниной, потому что она, кроме того, что писала сценарик и проект Анны Николаевны, тоже весьма неплохой сериал отечественный, но по уровню накала страстей, ну, где-то ниже, ниже, ниже. Она писала квесту, собственно, это одна из первых работ Волобуева, сериал, весьма неплохой, но по мне он слишком предсказуем был во многих частях. И чем-то даже напоминал мне, знаете, про президента украинского, как там назывался, слуга народа сериал, только там более кабинетийный, а квест был более сложный. И, что более важно, Ваня написала к многим сериям Лондонграда сценарий. Это, это божественный сериал. Лондонград, по сути, я считаю, одним из лучших отечественных сериалов, возможно, даже самым лучшим, так что, как-то так. Видите, я сразу за один сериал порегомендовал вам Лондонград, квест, наверное, все-таки, да, год культуры и домашний арест. Четыре сериала порекомендовалось за один выпуск. Так что, надеюсь, вам хватит, что посмотреть, а мы переходим быстренько к мемасам из ютубчика, это будет крайне уморительно и интересно для всех, кто хоть немного в курсе прессы, где я, чем в интернете последние лет десять хотя бы, хотя лучше, пятнадцать-двадцать. Интернет-сериал Flex Airline завевал довольно-таки большую популярность. Канал поднялся очень быстро в подписчиках, в просмотрах, допустим, у первого эпизода этого сериала, их всего четыре вышли на данный момент, уже два миллиона просмотров, но, но, я считаю, что для такой работы этого как-то маловато и он не настолько общепризнан, как и должно было быть. С другой стороны, интернет немного изменился и всеобщая любовь к мемам стала более локальной, потому что длительность жизни мема стала гораздо меньше. Если раньше мем мог жить год целый, да, даже больше, то сейчас все это идет на часы дней, как бы это... Да, немного изменился интернет, но все равно. Такие старперы, как я, которые любят обмазываться старыми массами, да и новыми, любят их форсить весьма долго, дольше, чем следовало бы, наверное, они любят такое. И кварт, Quark Dodge канал сделал невероятно. До выхода первого эпизода он занимался миксованием и мемасными нарезками всяких мемасов под музычку, как часто это делается. И в принципе, в принципе, это нормально было. Не скажу, что сильно круто, но в целом окей, окей. Но потом вышел первый эпизод. И что это такое? Я прочитаю сейчас аннотацию официально, потому что она описывает просто все происходящее в первой серии лучшим образом. А доход ватронный своей популярностью Рикардо Миллс открывает собственную авиакомпанию Flex Air. Главным отличием этой компании является то, что во время полета пассажирам предоставляется Flex в любом количестве. Данный сервис начинает пользоваться большой популярностью, привлекая все больше и больше клиентов. И вот однажды услугой решает воспользоваться один очень искушенный заказчик. И что этот сериал представляет из себя? Рикардо Миллс и Бонго Кэт управляются самолетом, параллельно флексят, танцуют и развлекают гостей. И среди гостей оказался весьма странный искушенный заказчик. Путин. И именно через Е есть, что это наверное цензура небольшая, но тем не менее. И да, в самом деле Путин тут есть, ему не нравится то, что происходит и он устраивает крушение самолета. После чего только начинается история. Выжившие после крушения начинают пытаться понять, где же они оказались, что за таинственный остров, когда на них нападает армия Наклзов под предводительством Саника. И тут естественно наши герои объединяются против Сэта. Рикардо Миллс использует силу своих магических турселей, чтобы отбить атаку. Но тут приходит Путин. В общем, как вы понимаете, это крайне мемасно, крайне упорно, в хорошем смысле слова это, наверное, я считаю. И в каждом кадре, почти что, в каждом кадре у нас куча разных мемов. Начиная с Рикардо Миллс и Болеми Старыми, тут даже гномы есть. Причем гном не тот, который вы подумали, а гном из, по-моему, 2002 года. это плохая 3D-моделька, она в третьем эпизоде мелькнула один раз. И с каждым выпуском все круче и круче. То есть, первый выпуск шел 58 секунд, второй уже минуту 46, 48. Третий три минуты, а четвертый уже четыре минуты. И с каждым уровнем он повышает качество происходящее, нарастает накал событий и куча мемас увеличивается все больше, больше, больше. Причем, появляются как старые, очень старые мемасы, которые, понятно, изобраны. Так и новые, допустим, последние серии, у нас и ковид был, и 5G-вышки, и Билл Гейтс, в общем, все, все как нужно. И все это, естественно, происходит под очень крутые треки, которые он выбирает мастерски. Так что, к Варк Догу огромное уважение. Ссылочка, естественно, будет в описании, так что рекомендую подписаться, посмотреть четыре эпизода. И, поверьте, они божественные, это великие четыре эпизода. Я жду пятый, который, скорее всего, будет через полгодика, потому что первый вышел почти что два года назад, второй вышел полтора года назад, третий пять месяцев назад, и четвертый буквально два дня назад. Поэтому всем рекомендую, но только, если вы любите мемы и знаете. Потому что без этого, конечно, возможно, будет вам весело смотреть это, но далеко не так, как если вы знали бы. Допустим, Мерикардо Милоса знать нужно обязательно, потому что, если вы не знаете его и не любите его, не любите гачи-мучи-мемасы, вайбете, то вам будет не так интересно и весело. А возможно, будет отвратительно смотреть на то, как он труселя свои снимает и либо прячет в него гнома. Мемасы это круто, и они делают интернет лучше. Поэтому, если вы любите мемасы, любите интернет, то посмотрите гробаный Flex Air. Четыре серии вышло, ребят, посмотрите, это стоит того. Это точно стоит, получается, сколько у нас суммарно? Допустим, чуть больше десяти минут в вашей жизни. Рекомендую очень сильно. И давайте мы можем выбраться еще выше в топе, потому что контент великолепен он делает, и поэтому аплодисменты. И мы переходим к завершающей части нашего подкаста, к книгам. Изначально я сегодня хотел пожаловаться вам на Красную Фурию, которую я начал тоже перечитывать в рамках своего большого перечитывания всей вселенной Баббл к выходу Чумного Доктора, собственно. И, как я уже говорил, Красная Фурия весьма расистский, сексистский, шовинистский и прочий иски комикс. Там действительно есть и расизм неприкрытый, ксенофобия неприкрытая, задняя соглавная героиня неприкрытая. В общем, очень странный комикс с весьма плохим текстом и сомнительным рисунком. Но я помню, что второй сезон будет классный, поэтому решил, что не буду его ругать. Хотя я уже поругал немножко его, но тем не менее. Потом я хотел рассказать про книги Ты и Новая Ты. Собственно, это книги, на которых основан прекрасный сериал на Нетвиксе. Собственно, Ю, Ты, которую мы рассказывали где-то в гейзерной, по-моему, пятнадцатой, либо что-то типа этого. Сериал Великий. Все, кто не смотрел, посмотрите обязательно. На Нетвиксе есть даже русская локализация, озвучка. И она великолепна, она отличная, отлично. Книги же, они отличные, но я пока что прочел только первую наполовину, поэтому я подумал, что будет нечестно. Вдруг на самом деле вторая хуже, чем сериал. Поэтому решил дочитать все-таки вторую книгу и потом уже сделать полноценную рубрику в гейзерной. Так что ждите где-то через... Где-то через, наверное, месяц. Потому что я сейчас читаю еще комикс и вряд ли я смогу быстро дочитать. Поэтому отложим в ту же сторону. И я подумал, блин, мы давно не обсуждали ничего хорошего в книгах, прямо такого, что достойно упоминания в нормальной компании. Ну, как нормальность. Между коллегами в офисе, допустим, во время обеденного перерыва это не стыдно понять. То есть, если рассказывать о моей громе немного стыдно, наверное. Хотя, если вам стыдно на работе об этом рассказывать, то, возможно, вы работаете не в своей компании. Maybe. А вот Стивен Фрай мифы Древней Греции. Это, как раз, то, что вам нужно. Понимаете? Стивен Фрай крутой. У меня есть три тикета о нем. Во-первых, он хорошо пишет, он хорошо шутит, и он гей. Ну, окей, третий пункт, возможно. Ну, это правда, но он не особо важен в данном случае, я думаю. У меня предупреждений к этому нет. Поэтому, в общем, он пишет книги, кто не знал. И они весьма классные. И мифы Древней Греции это сама такая вещь, знаете, вещь в себе. Ее очень интересно обсуждать, и если вы еще читали оригинальные мифы, там крайне много всякой дичи происходит, которую очень весело обсуждать. И, возможно, вы даже в интернете, допустим, на Пикабу, еще где-то натыкались на мемасные обзоры этих ремифов, где, в шутыве о форме люди рассказывают, что там происходило. Какой бред там между богами, между героями происходил, что они там делали и какой пиздец у них творился. И в целом это все так. Так и есть. Но, понимаете, Стивен Фрай, у него очень хороший язык. Он отлично пишет и шутит. И он, именно в свойстве ему манере вы... Сколько тут страниц у нас? Сколько у нас страниц? Чуть больше 500 страниц в этой книге. Их довольно-таки сильно разбирает. То есть, идет подряд по ним, расскажет, что произошло, откуда все началось, к чему пришло. И очень очень хорошо пишет. То есть, это не только мемасы, тут еще есть интересные подробности. Именно это вполне хорошая художественная литература, где, кроме того, что ты посмеешься от души, поверьте, он весьма классно описывает происходящее событие, но и узнаете побольше о самих мифах. Возможно, даже те моменты, которые ранее вы не знали. Кроме всего прочего, это издание, во-первых, выглядит офигенно. Я тебе поближе покажу. То есть, у нас часть обложки корешка сделана матерчатая, а вот это типа картон. Кроме этого, внутри у нас есть в середине цветные иллюстрации. И сама типография, во-первых, шрифт очень хороший, то есть, большой шрифт, читается удобно. Вы, наверное, не видите на видео ничего, но как бы поверьте. Перевод, я бы сказал, качественный. То есть, мне понравилось, мне понравилось. Это Мартыновая Шаши переводила, она весьма хорошая переводчица, поэтому рекомендую. Сама книга 2018 года, и в том году вышел еще Герой Человечества и Чудовища Поиски и Приключения, тоже Стивен Фрай, тоже Греция, но, честно говоря, я это еще не читал, поэтому ничего сказать не могу, но выглядит примерно то же самое, как и первый том. И, насколько я помню, здесь это просто да, да, тут Геракл есть, Эдипт, Тесей, Атланта, Ясон, собственно, это отлично дополнение, DLC, аддон, я бы сказал бы, то есть аддон к мифам Древней Греции, потому что все-таки в мифах очень много упущено было, а здесь, кажется, в героях, видимо, он будет про Геракла и прочих весьма интересных персон Древней Греции, как и рассказывать, и я очень жду, когда у меня руки дойдут почитать второй том, а вам рекомендую купить, тем более, стоит дешево, допустим, первый том стоит на Лабиринте, это не реклама, если что, по-моему, 400 рублей сейчас по скидке, или 450, а второй том, по-моему, 500 либо 600, в общем, книги довольно-таки дешевые, это не 800, не 900 рублей, поэтому рекомендую свою библиотеку взять, потому что качественная типография, хорошо выглядит на полке, то есть стильно, знаете, вот эти даже корешки чем-то набирают мне советскую или какие-то сборники литературы, они любили такое делать, и да, позолота, она пока что не соскабливается, то есть я весьма плотно читал ее, то есть вставлял, выставлял с полки, но позолота так и не упала, то есть это большая проблема, когда позолота именно с букв в книгах, при частном использовании их начинает осыпаться, здесь такого пока что нет, но с другой стороны надо все равно аккуратно обращаться с книгами, чтобы они сохраняли товарный вид, такие дела, в принципе, больше об этом сказать нечего, Стивен Фрай, он крутой, он хорошо пишет, он хорошо шутит, и он гей, это все, что вам нужно знать о нем, и если у вас нет предупреждений ни по одному из пунктов, то берите, читайте, это все круто, есть, кстати, в цифре вроде издание, но, блин, я не знаю, мне такое в цифре читать не очень приятно было бы, с другой стороны, мне в принципе в цифре читать неприятно, так что, возможно, мои какие-то тарканы в голове, так что каждый решит для себя, я вам советую все-таки взять, почитать, ознакомиться в весьма классное издание, даже с учетом того, что большая часть этого всего я знал, но все равно было очень приятно почитать именно в стиле Стивена Фрая все это. На этом, я думаю, все на сегодня, всем большое спасибо за просмотр, за прослушивание, в зависимости, где вы это смотрите или слушаете, надеюсь, что сегодня вы еще услышали изменения в звуке, я его немного иначе обрабатывать начал, плюс в аудиоверсии подкаста у нас будут добавлены главы, не уверен, где это отобразится, в каких приложениях каких нет, но теперь не только на YouTube есть разделение на таймлайне, на главы, но и в других собственно приложениях. Надеюсь, вам это понравится, а с вами был Злогейзер, всем спасибо за прослушивание, просмотр, и увидимся через неделю, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok